Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Елена и наша история по поводу идеальной любви глазами того или иного знака зодиака. Мы добрались до рыб. Это последний знак зодиака. И, казалось бы, он должен быть самым мудрым, самым интересным, самым прекрасным, очень монотонным, о котором можно сказать всё буквально в десяти словах, и на этом история закончится. Но самые непредсказуемые и самые непрочитанные из особей – это как раз особи из семейства знака рыб. Рыбы – удивительное создание. Они поймут всех и каждого. Они могут поучаствовать в судьбе, посочувствовать окружающим, посоветовать им, как им жить, и только с самими собой разобраться они не могут по определению. Всю жизнь свою они ищут себя, и даже найдя себя, они не уверены, что это они уже добрались до истинного положения дел, всё время тоскуют и думают, а как оно будет, а где оно будет, а как это пережить, и всё время находятся в полнейшем волнении. Дело в том, что быть женщиной рыбой – гораздо более счастливое положение, чем быть мужчиной рыбой, поскольку вот эти постоянные мучения и внутренние переживания женщины воспринимают естественно, им это как бы к лицу. Хуже, когда беспокоится и сомневается постоянно мужчина, от которого требуется вроде бы надёжное плечо, так что попробуем разобраться в этом типаже, поскольку нельзя говорить о любви, не разобравшись с тем, с кем вы собираетесь строить эту любовь. Прежде всего надо учитывать, что семейство рыб неравномерно. Одна половина – это сентиментальные и достаточно романтичные люди, нежные, спокойные и прочее. Если всё вышеперечислено для женщин, естественно, востребовано, таких женщин хочется холить или леять, и рядом с такой женщиной любой мужчина чувствует себя рыцарем, защитником и прочее, то если это же примерить на мужчину, то явно начинает пахнуть беспомощностью, какой-то наивностью, неприспособленностью и прочее. Но что есть, то есть. И большое счастье, если эти мужчины находят себя в сфере, например, искусства и так далее, где свой талант, который им дан от природы, кстати, писательство или многие из них поэты, они превращают это в деньги и тем самым получают какое-то обспомоществование материальное для собственного существования. Сильные рыбы, собственно говоря, которые умеют зарабатывать деньги, тоже, в свою очередь, делятся на два подотряда. Первый из них благородный, который никогда не решает, зная за собой силу, вопросы со второй половинкой при помощи силы, а наоборот, достаточно добродушные, и поскольку у них всё хорошо, и материальная часть их прилагается, они находятся в состоянии покоя, поэтому с ними легко и просто, с ними легко договориться. Они, собственно говоря, действительно добродушны и приятны во всех отношениях. Хуже, когда сильная рыба попадает в не очень благоприятные, тяжёлые истории. Например, у неё какие-то трудности на работу и так далее. Если от её благородства мало что осталось, ну, например, это благородство не внушено путём воспитания в детстве, когда мама каждый день говорит своему ребёнку, рыба, девушку, надо любить, уважать, ценить, на женщину никогда нельзя кричать, нельзя ей хамить и так далее, и это уже стало образом жизни, то тогда рыба, когда она находится в таком раздраенном состоянии, в не лучшем положении дел, она просто замыкается в себе и как бы в одиночестве переживает свои трудности. Но если рыбе не вложили в голову нужные понятия и прочее, то, возвращаясь домой, такая рыба устраивает разбор, ко всем придирается, все кругом поганцы, сволочи, там звучит мат, ещё какая-то истерика, тем самым через выяснение отношений рыба заставляет своего оппонента, на которого она напала, выплёскывать энергию, компенсирует тем самым недостающую энергию, которая была затрачена на неприятности на работе, и ей становится хорошо, а окружающим плохо. Поэтому одним словом сказать, какой у вас степаш, как он себя ведёт и куда он приведёт свою семью, достаточно сложно, поскольку рыбы, как вы видите, очень и очень многогранны. Но помните одно, что рыба сама, даже будучи в том состоянии вампиризма, о котором мы говорили, сама себе не рада. Она зачастую не умеет владеть собственными эмоциями и идёт всегда по пути наименьшего сопротивления. Ей кажется, что это естественно, испортить всем настроение, если у неё плохое настроение, из-за взять энергию, которую она не имела права вышибать из людей таким образом, но она ж не может без этого существовать. Она обессилела, она потеряла собственные силы, поскольку она добытчик не убудет с окружающих, если она у них немножечко этой энергии потянет. А в результате выясняется. Потом рыба, окрылённая чужой энергией, моментально приходит в хорошее расположение духа, начинает веселиться и очень сильно удивляется, отчего это остальные дуются ещё до сих пор. Ведь всё замечательно и прекрасно, но это у вас, рыба, прекрасно. А у тех, у кого вы позычили энергию, скажем так, всё не так радостно. И люди не понимают, почему им на голову свалилась лоханка с помоями. Кстати, вот эта ситуация, которую я сейчас описала, является в основном и причинами развода с рыбами. Я вам сразу в лоб об этом и говорю, дорогие мои. Именно ваша манера, если у вас что-то плохо на душе, вываливать это на голову окружающими или делать их заложниками ситуации, зачастую и приводит к тому, что партнёр не выдерживает вас. И сколько бы вы ни зарабатывали, ему это уже становится полностью неинтересным. Кстати, не будет маловажно вам и знать, дорогие мои, что рыбы очень метеозависимы. И в данном случае, ведь будучи партнёром рыбы, вы будете обязаны участвовать и в его оздоровлении. Впрочем, помните, пожалуйста, что малейшие перепады давления атмосферного и проще сказываются на них. Рыбы часто просят, чтобы они их кантовали, чтобы они могли заснуть. И некоторые выходят из себя, вот день в разгаре, я тут, например, чем-то занимаюсь, а он лежит и спит, хам трамвайный и так далее и тому подобное, и раздражаются от этого. Так я вам могу сказать, что рыбы таким образом реагируют на метеозависимость. И если имеют возможность заснуть, то моментально засыпают, там во сне переживают состояние усталости, которые накапливают, например, смену сезонов, которые на них тоже влияют, и прочие погодные негаразы, которые на них производят неизгладимые впечатления. Вам, как в сгусе вода, они чувствуют в себе дискомфорт, и зачастую дополнительную усталость и необыкновенное раздражение от этого. Так что, если он попросит лишний часок поспать, пусть поспит. Есть ещё одна особенность, которая жутко раздражает жёны, которые выходят из себя полностью. Помните, пожалуйста, что рыбы во многом зарабатывают через средства коммуникации. Они вообще гаджеты всякого рода, от телефона до компьютера, считают вообще частью своего организма. Поэтому вас будет постоянно раздражать, что они общаются по телефону, он у них красный. А в свободное от разговора время они будут наигрывать в электронные игрушки. Увы, они очень быстро подсаживаются на эти вещи и очень преданы этим вещам. Бусерб, конечно, вашим личностным взаимоотношениям и очень опрометчиво надеяться на то, что с этой напастью вы поборетесь достаточно легко. А рыбу оторвать от телефона или от компьютера практически невозможно. Она будет упорно с вами скандалить, но свои любимые игрушки вряд ли отменит. И только раскрыв глаза, она уже будет наигрывать, сидя на горшке, или там выпивая свой утренний кофе, уже будет во всю, вместо того, чтобы пообщаться с вами. Что есть, то есть. Вот это страстное отношение к гаджетам по работе и без таковой у рыб прослеживается. Так что это тоже надо иметь в виду. Что еще следует знать? Дело в том, что рыбы часто увлекаются различными сферами интересными. Их интересует эзотерика, мистика. Причем они на мир могут смотреть очень необычным взором. Например, с пеной у рта доказывать, что в космос никто не летал, а это все инсинуации и просто хромакей, на котором это изображают. Или что Земля плоская, потому что это уже доказано и по-другому быть не может по определению. Вам будет казаться, что ваш партнер-рыба просто сошел с ума или специально вам это говорит для того, чтобы вас позлить. Но поверьте мне, он в этот момент действительно может быть убежден в этом. Спорить с ним бессмысленно и бесполезно. Но это не значит, что с ним не надо вообще разговаривать. Могу сказать, что рыбе очень важно поговорить, но не тогда, когда вам хочется поговорить и тем более внушить ему нотацию. В момент, когда вы начинаете высказывать ему, что он там прав или не прав, рыба вас слышит только первые три секунды. И даже если он сидит и смотрит на вас, он вас не слышит, он думает о чем-то другом. Нотации, нравоучения, какие-то там беседы долговременные, какие-то суперсемейные советы – это не в духе рыб. Если что-то хотите сказать, говорите это одной фразой быстро и как раз вкладывайтесь в те три секунды, когда он в состоянии воспринимать информацию. Так что, если вы думаете, что это предмет для того, чтобы поговорить и, так сказать, его вспушить через слово, достучаться до его организма, чтобы он сделал так, увы, это методы вообще не рыбьи. А вот говорить на общие темы, там философствовать или тоже подтверждать, сидеть, что земля плоская, это он может совершенно непринужденно, ведь это же не его нравоучение, не критика, значит, в принципе, этому можно посвятить какое-то время. Ну, если вы хотите подготовиться к беседам и так думаете, какую такую тему проштудировать, чтобы в глазах рыб прослыть, так сказать, знатоком и с ним, в общем-то, поговорить. Я вам даже не подскажу эту тему, дорогие мои, потому что рыбы интересуются всем и ничем. Вот что-то там мелькнуло, оно их увлекло, и эта тема стала для них интересна. Потом они поговорили к этой теме в Виале, как будто и вовсе ею не занимались, потом что-то очередное и прочее. Поэтому подобрать одну единую тему, которая будет связующим звеном для вашего интеллектуального роста, я просто не возьмусь. Что придет обдумывать рыбам, сама рыба не знает. Она в основном как бы так и живет, ничего себе не зная, ни к чему особо не стремясь, плывет по течению и только старается быстро реагировать на плывающие важные для нее или полезные моменты, чтобы мимо носа не прошло. Но не строит грандиозных планов наперед, поскольку особой нужды в этом не видит. Итак, мы просто восполнили памяти типаж, с которым мы собираемся жить, и выясняется, что нас тут могут ждать разные метаморфозы. Вот совершенно таких нежных, сентиментальных мужчин, тут значительно акулистых, которые могут укусить, даже там, где ничего не предвещало, и создать проблемы во взаимоотношениях на ровном месте. Вот и когда говоришь о вопросах любви, все зависит от типажа, который находится рядом с вами. Так что образов, которые может преподнести вам рыба, может быть несколько. И вот в зависимости от того, какой у вас партнер, вы и поймете, как будут строиться с ним самоотношения. Говорят, что модели любви, которые могут предъявить рыбы, столько же, сколько рыб в океане. И среди них и донжуаны, то есть акулы в сфере любви, которые идут на пролом, не стесняются, собственно говоря, очаровывать женщину, в общем-то действуют достаточно брутально. И среди них и жалкие жертвы любви, которые, обжегшись раз-другой на этом поприще, вообще себе запрещают любить, потому что не обладают теми качествами, которые обладают их соплеменники. Боятся, собственно говоря, проявлять собственную инициативу, как бы все вот так, сторонкой само как-то рассосется, или женщина сама даст понять, что он ей интересен, и тогда он что-то там начнет барахтаться и двигать плавниками. Так что, увы, одного диагноза всем рыбам поставить я не могу. Да и женщины рыбы далеко не так однородны в своих проявлениях в этой сфере. Среди них тоже есть акулы, которые, собственно говоря, величественны, являются роковыми женщинами, которые обжигают сердца мужчин, идут просто по головам, меняют этих мужчин, как перчатки. Слава Богу, их всегда в большом изобилии принадлежат всем и никому, выбирая и заставляя мужчин просто дрожать в их присутствии. А есть нежные, сентиментальные, домашние, которые с удовольствием отдают бразды правления в руки своего партнера, заботятся о нем, создают для него дом, спокойную и тихую гавань, и с ними хорошо, спокойно, и никаких треволнений они в жизни своему партнеру не создадут. О том, какой вам попался типаж, вы узнаете раньше, даже чем узнаю об этом я, безусловно. Потому что именно по поступкам, по его поведению, о том, как он действует, вы сразу поймете, с кем вы имеете дело. Сентиментальные, нежные, незащищенные сразу проявляются, а те, которые по напористе, тоже видны сразу. От этого и будет зависеть, как построятся ваши взаимоотношения. Те, кто по забористей, те, кто, собственно, по окулистей, они особенно в вашей персоне не нуждаются. Возможно, просто приключения в их жизни, которые они, конечно, с удовольствием примут, оставят по себе горячий, несгладимый след, но, быть может, рядом с вами и не останутся. Потому что это типаж такой. Они пришли для того, чтобы побеждать, они уверены в себе и точно знают, что в одиночестве не останется. Хуже тем, кто не умеет пробиваться, кто боится, кто стесняется, кто по каким-то причинам, собственно говоря, не может пробиваться в этой сфере. Но зато они, как партнеры, наиболее подходящие в семейной жизни. Они с удовольствием будут ухаживать за своим божеством, которым, конечно, станете вы, которые с удовольствием будут в обмен на заботу о себе, одаривать вас счастьем и любовью. Так что в этом смысле рыбы подают изрядную категорию очень приятных во всех отношениях женщин, которые станут для вас действительно эталоном жены, хозяйки и так далее и тому подобное. Хуже, если вот эти женственные черты принадлежат мужчине. Рассчитывать на то, что он будет для вас зарабатывать, достаточно сложно, потому что он не только робок в этих отношениях, но и в зарабатывании ему также сильно не везет, потому что он непробивной везде. И счастье для такой категории мужчин, это если им дам талант в искусстве или, например, в чем-либо, когда они этот талант могут монетизировать. Если вам достается мужчина подобного порядка, могу сказать, что скандала в вашем доме не будет никаких, кроме тех, которые вы будете устраивать, когда будете кричать, ты ничего не умеешь зарабатывать, и так далее и тому подобное. Лично вам он жизнь портить не будет по определению. Просто он не способен зарабатывать столько, сколько бы хотелось вам, если он неизвестный художник, не музыкант, не поэт, не писатель и так далее и тому подобное. Но зато в вашем доме будет тихо, спокойно, а зарабатывать и везти этот корабль будете вы. Иногда есть женщины, которые предпочтут такого мужчины, которого другие мужчины небрежно называют подкаблучник, но женщин, которые вполне себе самодостаточны, иногда такой мужчина больше устраивает, чем какой-то брутал, день, с которым начинается утром выяснение отношений, а к вечеру они уже друг друга на пике подняли, потому что так и выясняет, кто в доме хозяин. Так что всякое бывает, и все находят свои вторые половинки, просто мужчины сентиментального порядка бороться за свое счастье особо не умеют. Поэтому здесь шаг женщины, им навстречу решает этот союз, гораздо быстрее, чем все остальное. Вообще, когда рассматриваешь темных или сильных рыб, могу сказать, что умение любить и ненавидеть одновременно, у них непосредственно, это знаете, как отче наш. В чем дело? Они могут любить свою партнершу, когда у них все спокойно и замечательно, до высшего уровня, такого, какого никто не может предоставить. Это просто жертвенная любовь, любовь как к божеству. Никто так не умеет любить, как рыбы. И тут же предмет своего обожания, в момент, когда у них что-то не складывается на работе или какая-то черная полоса в жизни, смешать с навозом, превратить в ничто, истереть в порошок, называть самими гнусными, отвратительными словами, потом достать из мусора, оттереть, когда стало хорошо, и опять любить до невозможности. Но если для рыб это естественно, то для потерпевшего в лице, так сказать, объекта его любви, это практически невозможно. И очень часто рыбы подобного поведения являются многоженцами, только потому, что очередная жена, не выдержав с ними, разводится, и они вынуждены строить гнездышко вновь на чистом месте. И очень удивляются, почему им не везет. Но до тех пор, пока вы будете применять подобные методы и так строить отношения, вам вряд ли и повезет, вряд ли найдется такая, которая это будет терпеть до бесконечности. Кстати, что интересно, это единственный знак, который совершенно спокойно и непринужденно может демонстрировать миру платоническую любовь. То быть влюбленным до бесконечности в человека, который никогда не будет им принадлежать, но является их идеальным каким-то вот партнером, который им недоступен, но при этом имеет право на любовь. И вот они будут сидеть и созерцать это, и влюбляться в него, и посвящать ему жизнь, и даже не устроить собственную жизнь, так и пребывать в восхищении человеком, которым никогда не смогут быть рядом. Ну, странностей много у знака рыб, но что же делать. Но зато для них это естественно. И все-таки, если мы возьмем усредненный типаж, пусть мужчин или женщин, почему я удивляюсь здесь внимания больше мужчинам, потому что от них ждут другого, и многие не могут дождаться, для того, чтобы стало понятно. Помните, что рыбы в большинстве своем все-таки не завоеватели. Они сидят и ждут первого шага от своего партнера. Для того, чтобы получить руководство к действию, то есть шаг этот произошел, значит, уже опасаться полного отлупа нет никакого смысла, значит, можно действовать. Поэтому, если мужчина-рыба вам нужен, не стесняйтесь, сделайте ему какие-то там бонусные намеки. Глядишь, у вас и сладится. А то можно просидеть у разбитого корыта, так и не дождаться, когда он снизойдет или решится на первый свой шаг. Так что вот такое руководство к действию, дорогие дамы, вы от меня получили. Кстати, это как раз еще один из тех знаков, если мы не рассматриваем сильных таких волевых, тех темных, которые в основном мужчины не вступают в единоборство соперникам за руку женщины, которые им нравятся. Так что в среднемном своем варианте, если видят, что рядом отирается еще кто-то, которые явно сильнее физически и так далее, предпочитают поискать более подходящий объект для того, чтобы не вступать в единоборство. Темные рыбы, сильные волевые, те, которые акулы, те с удовольствием выходят на бой со своими соперниками, даже если те о них и не знают, все равно найдут повод им вцепиться, отомстить, выстрелить в коленку, найти какой-то конфликт с силовым методом, решить вопрос и застолбить свою возлюбленную, что здесь она уже не одна, так что ты тут не отирайся возле нашего крыльца. Так что все еще во многом зависит от типажа, дорогие мои друзья. Вот я так и качаю от одного к другому и объясняю, как будет выглядеть один, тот, который послабее, тот с соперниками на бой не выйдет и даже тихо удалится. А тот, который побрутальнее, наоборот, будет искать причину для драки, даже если таковая не возникла, они ее придумают. Но самая большая проблема с рыбами, когда они в букетно-конфетном периоде дают вечных колебаний, прийти, уйти, остаться, как быть, это навсегда или не навсегда и так далее. Так что, дорогие мои дамы, если все-таки этот мужчина-рыба вам нужен, берите бразды правления в свои руки. То есть давайте ему все время понять, что он тут ко двору, что это все замечательно, это хорошее, это замечательно и так далее, чтобы он наконец-то перестал размышлять и колебаться, и ваш союз получил окончательное подтверждение. Ну, о чем я говорила? Обо всем, дорогие мои. Заглянули мы в типажи рыб, и как они выражаются, и что с ними происходит, кто зарабатывает, кто не зарабатывает, кто скандалит, кто не скандалит. Остальное, конечно, ваши истории в комментариях, а также, собственно говоря, все равно это была тема для размышления. Вы прекрасно понимаете, если знак сильно разнится внутри собственных рамок, сказать обо всех достаточно сложно, но основные типажи мы рассмотрели. Остальное все зависит от вашей наблюдательности, от того, что у вас происходит в жизни, в принципе, разобраться, с кем вы встретились, с бруталом, с сентиментальным или золотой серединкой, здесь достаточно легко. Надо просто сверить координаты, и вы поймете, повезло вам в жизни или нет. Ну, а теперь, с кем рыбам больше подходит жить, а с кем нет. Рыбы счастливы с девой, тельцом, раком и козерогом. В принципе, неплохо строятся отношения со скорпионом, а вот весы и близнецы для них достаточно тревожные. Впрочем, и те с удовольствием тоже сделают ноги от рыб, потому что жизни примеров достаточно, все начиналось по великой любви, но выдержать, особенно темные рыбы, ни близнецы, ни весы не в состоянии. А с вами была Елена. А с вами была Елена.